друзья приветствую вас доброго времени суток это дмитрий кузнецов компания лям данный ролик разговор конкретно по моему дому для тех кто вновь на моем канале уже знаком с творчеством но все-таки не недоумевает почему неужели у кузнецова тоже есть долги да есть были точные были долги порядка значительная сумма сразу успокоит эти деньги выплачены деньги выплачены за минусом амбиции то есть выплачено нормальное тело кредита выплачены проценты которые на мой взгляд соответствуют услуги которую оказывает банк той кривой услуги но банком естественно мало время я не всегда чтобы понимали занимался кредитами я занимался таможней последнего только пяти лет только кредитами занимаюсь это предлагаю людям лишь только то что прошел сам то что протянул на своей как говорится шкуре в данном конкретном ролике предлагается диалог с представителем ну давайте поверим ему на слова русского стандарта хотя я подразумеваю подозреваю что это коллектор звонят они сейчас очень частенько стали звонить представляясь сотрудниками банков так как в этом случае рассчитывают на более конструктивный диалог а так или иначе так вот здесь они мне тоже предъявляют они мне уже года три или четыре не трога то есть естественно я начал разбираться со своими всеми проблемами также как сейчас решаете проблемы со своими клиентами как я настраиваю юридическую работу своей организации и здесь русском стандарте была полноценная досудебка проведена весь досудебный регламент переговоры телефонные с банковскими настоящими сотрудниками переписка была полностью где изложил свои требования к банку в формате изменения пунктов договора затребовал документы ни на одно письмо и не получил ни одного ответа но и в то же время я получил результат результат такой что банк в итоге не подал на меня в суд как это происходит почему они решили не подавать на меня в суд но я предположу что скорее всего некий кредитный комитет собирается где отбирают людей которые с которыми есть смысл работать и с которыми нет смысла работать и вот я считаю что это результат то что там у меня остались какие-то звонки от банкиров я это проблемой своей жизни не считаю кому допустим они надоедают можно просто тупо сменить сменить сим-карту либо забить их в черный список но кому-то может даст наоборот нравится как мне вот контент на канале увеличивается поэтому я эта проблема не считаю но очевидных претензий от банка русский стандарт ко мне нету если не считать вот этого тявками такого никаких поток именно в законном формате нет и с огромной долей вероятности уже никогда не будет это результат очевидной работы досудебной то есть когда и я правильную серию писем отправил дал банку понять что со мной ничего интересного у них не получится и ничего не оставалось как просто передать мою кандидатуру там на бирже должников и там как говорится коллекторы долбите что хотите делать а сам русский стандарт уже и забыл про меня наверняка все никак не соберусь хотя думаю наверное не буду этого делать интригу оставлю а вообще по хорошему можно съездить вам уточнить если у них там нет претензий допустим с банком открытия так и получилась похожая история как и с русским стандартом но я в банк открытия но не то что съездил у меня там знакомый работает я его попросил он сказал мне дмитрий у тебя нет ничего вообще никаких претензий то есть вообще ты не клиент банка ни в каком статусе а вот это банк открытия хотя по нему точно так же продолжает контора по моему сейчас everest с меня взыскивать это уже шестая что ли контора тоже есть на канале вот эти вот ролики с everest общения русский стандарт вроде как сам типа взыскивает но я очень очень почему-то подозреваю что это коллекторы просто не представляется с какой-нибудь конторы и так что из этого диалога вышло пожалуйста слушаем очень интересный потешный как и диалог получился алло алло добрый день доброе утро могу услышать дмитрий евгеньевич кузнецова это все зависит от того в каком состоянии ваш слуховой аппарат то есть если у вас нет жалоб к лору ухо-горло-но с простым словом то вполне возможно можете это вы даем дмитрий венч да это я узнали мою манеру общения отлично меня зовут занудина фруслан язович являюсь экспертом по финансовым вопросам экспертом точно эксперт лужу не сядешь при разговоре со мной дмитрий венч звоню вам предложением от банка соглас которым вы сможете погасить задолженность на выгодных для вас условиях текущая задолженность перед банком у вас составляет 829 тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят копеек банк готов вам списать более 50 процентов задолженности в рамках данной программы а именно четыреста девяносто три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей пятьдесят десять копеек окей я соглашусь я соглашусь не надо дальше соглашусь при одном простом условии простое невероятно простое условие его можно сейчас прям скажем так воплотить в жизни я боюсь пойду буквально достану из кошелька деньги у меня есть и заплачу только при одном условии если вы мне объясните в чем выгода вот этого глупого действия почему я должен воспринимать это как каким-то подарком удовлетворение амбиций коммерческого учреждения и так я жду конкретных аргументов во первых вы меня недослушали да чем суть предложения то есть банк в рамках данной акции обменяет но вы закройте закройте кредит да и то есть у меня не у вас не будет претензий ко мне это верно вот этим вы хотели закончить свою тираду да хорошо остались при у вас остались претензии каким образом моя жизнь испортилась от этого где где негатив дмитрий евгеньевич вы на налогом будете разговаривать ну только пожалуйста без штампов от этих коллекторских что я знаю монолог конструктивный диалог а не говорите со мной в параллель не надо детский сад устраивать все переговоры в ютюбе будут выложены однозначно коллекторская организация дмитрий евгеньевич нет я просто прошу вас сказать четко и конкретно я знаю что вы мне расскажете что у меня великолепно уникальное предложение со стороны банка это раз во вторых теперь мне будет хорошо же чем раньше да пожалуйста что за предложение ну вот вы мне сейчас это предложение да сейчас пытаетесь навязать предложение но я даже вам не договорил нет просто если вы первые были юноша да ну вопрос не решать так я нет я же чего решать у меня деньги лежат я нормально состоятельный человек просто у меня есть свои принципы понимаете если вы мне сейчас разрушите хотя бы один мой принцип я вам обещаю я сейчас же пойду и заплачу у меня русский стандарт через дорогу в Санкт-Петербурге находится начнем с того что во первых вы должны мне будете доказать четко аргументированно что вы сотрудник банка а не коллектор это раз во вторых объяснить мне почему на каких основаниях банк беспардонно передает налево направо информацию обо мне это два уже по моему шестое коллектор агентства пытается со мной сотрудничать я очень очень сомневаюсь что вы юноша из банка я почему-то сильно подозреваю что вы с того самого какого-то коллекторского агентства это три ну и четвертое конечно же я хочу услышать почему мне будет лучше если я отдам полмиллиона рублей что я для себя сделаю почему полмиллиона а сколько там хорошо да сколько нужно отдать нет вы то есть готовы прямо сейчас подойти всю сумму погасить вообще нету проблем нету проблем и никогда не было вот я сейчас озвучил какие я хочу услышать ответы на свои вопросы только в этом случае причем я должен просто сесть на лавочку и обалдеть вот это да мне действительно будет лучше я напоминаю что говорить вы будете если вы будете говорить выдвигать эти аргументы я вас предупреждаю что мне я во первых хочу чтобы эти аргументы сопровождались статьями гражданского кодекса российской федерации либо там статьями от федерального закона какого-то это раз во-вторых я буду точно так же апеллировать к вам это давай я предупреждаю говорит дмитрий евгений евгеньевич что так вот чувствуем вы задаете вопрос и сами хотите на него ответить так я знаю все ответы я знаю все ответы вы все готовы слушать давайте первое первое да я напомню первое что меня интересует первое что меня интересует это вы можете выбрать сами я уже сбился что я просто не помню да мне все равно давайте давайте вы начнете мне объяснять почему мне лучше заплатить деньги чем не заплатить что мне что у меня в жизни изменится в лучшую сторону как только я заплачу деньги поверьте сейчас я же чувствую себя очень хорошо то есть я счастлив я просыпаюсь с улыбкой во-первых да вы закройте задолженность перед банком прекратятся звонки как вы говорите вам третьим лицам вы по-моему говорили да что там озвучивание информации происходит третьи лица мне звонят третьи лица звонят мне эти вот эти коллекторы да вот погашайте задолженность перед банком а где 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 подождите а где изменения моей жизни Овцать кредитную историю свою, что в дальнейшем позволит вам кредитоваться. То есть продолжать быть овцой в стаде, да? Еще раз повторяю, юноша, на первом же вопросе вы совершили, скажем так, ошибку, ответили совершенно неверно. Все аргументы, которые вы перечислили, наоборот, радуют мне жизнь. Вы слышали, я промолвился, что у меня есть канал на YouTube, достаточно популярный на коллекторскую тематику. Ну, я вам открою секрет, что я руководитель юридической организации под названием Алиам. И вы можете в Яндексе набрать просто Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. И я на первой странице, я первое место выйдет, кто я и кто я. Я рад, я рад, я рад, что вы. А, тебе очередной радостный, да? Так вот, не получилось, не получилось, не получилось. Меня переубедить заплатить. Кто не получил? Ну, вот где? Почему? Что изменится в моей жизни, если я заплачу? А почему вы такую позицию придерживаете, если я не пойму, Дмитрий Евгеньевич? Да потому что я вот такой человек, я же сказал, я принципиальный. Какой? Принципиальный. Принципиальный человек. А чем ваш принципиальный? Принципиальный, чтобы не отдавать деньги проходимцам. Потому что если кто-то пытается мне навязать законные какие-то требования... Сейчас я понимаю, что вы отказываетесь возвращать денежные средства. Дмитрий Евгеньевич, вы задаете вопрос и не выслушиваете. А ты мститель народный, да? Ты то же самое делаешь. Дмитрий Евгеньевич. Ты знаешь, что я делаю огромное одолжение с тобой разговаривая. Сейчас вы сказали под запись разговора, да, что вы отказываетесь возвращать денежные средства. Да, я под запись разговора заявляю, я отказываюсь возвращать деньги. Видишь, не страшно мне ничего. Вот эти ваши финты, вот эти уловки ваши не страшны мне. Какие финты? Не, они страшны. Вас никто не пугает, Дмитрий Евгеньевич. Да нет, просто ты мотивируешь таким способом, а мотивация твоя не проходит. Я знаю, что под запись разговора люди говорят, да я не отказываюсь, а потом отдам. Это же финт психологический, а точнее психиатрический. Отлично, отлично, что вы обладаете такими знаниями, Дмитрий Евгеньевич. Но теперь нужно действовать, Дмитрий Евгеньевич, и вносить платеж. Зачем? Либо оформлять программу реструктуризации. Зачем? Вопрос простой, зачем? Я вам не договорил. Я вам не договорил. А ты можешь мужским голосом говорить? Мужским голосом можешь говорить? 500 тысяч рублей, я округляю, да, и на оставшую сумму вы можете оформить программу реструктуризации. Для этого вам необходимо внести минимальное... Если ты не пиздобол, запомни, тебе после всего этого нужно ответить мне на слово «зачем». 6800 рублей. Если тебе нравится просто твой голос, то я терплю твой голос. Я не верю, что у мужика может быть такой голос. Дмитрий Евгеньевич, приходите в отделение банка с паспортом и мобильным телефоном. Готовы это сделать? На лыжах, в каске. Окей? Что? На лыжах и в каске. Объясняй зачем. И тогда буду это делать. Ну и когда вы будете это делать? Когда ты мне объяснишь, зачем мне это делать? Чтобы погасить задолженность перед банком. Еще какие аргументы есть? Мне похуй на банк. Еще что вам? Что мне? А почему так разговариваете? А кто ты такой? Объясни мне. По голосу полупидор какой-то. Звонит мне. Говорит, что он из банка. Доказательство... Почему ты на остатке не переходишь? Да потому что ты меня заколебал уже. Я вышел с собакой погулять. Ты мне звонишь. Что ты мне тут... Она пытаешься получить с меня. Дебил ты что ли? Или что? Я тебе уже, по-моему, внятно объяснил, что я... Ну, Дмитрий Евгеньевич, я уверен, что у вас не имеют вопроса, как это задолженность. Если бы она у вас была, то вы там и пошли по банку и погасили по банку. Ну я же, да. Но ты сейчас разговариваешь не с овцой из стада многомиллионного, а с человеком, который знает свои права. Таких в России мало, соглашусь. И тебе редко такие попадаются. Ну хлопай в ладошки, попался тебе. Какие ваши права, Дмитрий Евгеньевич? Мои права послать тебя нахуй, как только ты мне позвонил. Понимаешь? Я этого не делаю. Благодарю Богу. Ну и чего? И чего вы этим добьете? Да ничего, просто... Чего вы добьете задолженность, Дмитрий Евгеньевич? Да слушай, вы знаешь, мне нужно просто сейчас единственное заглавить как-то круто этот ролик, чтобы он набрал. Но в первый-то день он тысячу просмотров наберет. Я тебе говорю, на YouTube заходишь, Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, либо Алям набираешь, ну так организация моя называется. Мы занимаемся тем, что помогаем людям, попавшим в труд. Да мне совершенно неинтересно, если ты, Дмитрий Евгеньевич. Да ладно, не с ДП. Залезешь, посмотришь, сто процентов. Залезешь, посмотришь, это однозначно. Совершенно неинтересно. Да, просто ты знаешь, когда увидишь... Даже не запомнил. Да что ты, блядь, там пасетесь у меня дизлайков, как минимум, пять-шесть на каждый ролик. Дмитрий Евгеньевич, а мы отошли от сутки диалога, да? Да где там суть-то где-то? И вообще не можешь ни на один вопрос мне ответить. Какая я суть? А вы мне не даете ответить? Да что, ну я тебе дал ответить один раз. Ты мне начал какую-то блювотину тут выдавать. Типа того, что мне будет легко и просто, а сейчас мне плохо. Вы мне четыре вопроса озвучили и сразу же... Ну давай, давай докажи, что ты... Хорошо, окей, давай в очередной раз ты себя к позорному столбу приколочишь. Докажи мне, что ты из банка. Только чтобы я поверил. А какие доказательства вам нужны? Не знаю. Сейчас пока никого нет. Я просто слышу голос из трубки. Конечно. Хорошая позиция, Дмитрий Евгеньевич. Докажи мне, что ты из банка. Ну ты мне звонишь, понимаешь? Ты мне звонишь с какого-то номера. Случайный набор цифр, похожий на номер телефона. Если я вам озвучу, будет для вас достаточно? Нет, нет, нет. Понимаешь, что ты меня озвучишь. Любой проходимец может так сделать. Ты что, не понимаешь, лимона не хватает? Нет, Дмитрий Евгеньевич. Вы не правы, не любого проходимца. Скажи, пожалуйста, какое у тебя образование? А, это не имеет смысла, Дмитрий Евгеньевич. Нет, ну хотя бы высшая или начальная. Вот, Дмитрий Евгеньевич, задолженность погасите, потом будете другие вопросы задавать. Да быстрее ты нормальным мужиком станешь, чем я задолженность покажу, понимаешь? Быстрее ты в очко долбиться перестанешь, чем я задолженность покажу. Ясно тебе? Тебе нравится вот это вот занятие? Нет, не ясно, Дмитрий Евгеньевич. Не ясно? Так я тебе объясняю. Я вот могу аргументировать. Твой голос, голос не мужской. Он пидорский, понимаешь? Из чего я делаю вывод? Однозначно и без вариантов. Я понимаю, что вы, переходя на оскорбление, вы показываете, что вы не готовы к диалогу, не готовы погасать задолженность, да, к литературному языку обращать. Он не будет даже таким образом разговаривать. Пидор, это даже по телевизору, понимаешь? Пидор говорят по телевизору. Он даже не будет так разговаривать, Дмитрий Евгеньевич. Кто не будет разговаривать? Вы? Да вы отдельная мать. С вами самый интеллигентный человек будет разговаривать не так даже. Посмотри в Ютюбе, мой канал, больше тысячи роликов. И посмотри, как с вами интеллигентные люди разговаривают. Так вот, как только ты нормальным голосом обзаведешься, перестанешь долбиться в зад, или что-то там, пасти в активе. Как только вы погасите задолженность, возможно, я зайду посмотрю. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич? Ну да, не, не, условия не эти. Посмотришь ты в любом случае, это 100%. Это гарантируется. Не нужно быть таким уверенным. Тебе, Дмитрий Евгеньевич? Первый раз слышу, первый раз слышу. Ну вот, все в жизни должно открываться, понимаешь? Я рад, я рад, что у вас... Считай, что у тебя день сегодня удачный прошел. Если мозг есть, ты задумаешься. Когда будет погашать задолженность? Я же тебе объяснил причину, почему я ее не делаю, и сказал сроке, как только ты позвонишь, мне представишь, вот этим вот нерусским именем, и скажешь, чувак, я теперь, блядь, я вчера с бабой переспал, мне понравилось, больше мужиком ни-ни. Дату, Дмитрий Евгеньевич. Дату, ну, все от тебя зависит. Дату погашения. Да, все от тебя зависит. Давай завтра, давай завтра. Ну сможешь ты завтра? Все, фиксирую, какую сумму вносите. Ну, блядь, все же отдам, ты что? Ну только ты мне звонишь, говоришь, это я, у меня голос теперь нормальный, слушай, Дмитрий Евгеньевич, блядь, с бабой переспал, понравилось, блядь. Вот так делаешь, все, я иду, плачу, хрен с ним, с аргументами. Это ваша больная тема? Да нет, это моя здоровая тема, просто вы же там все... Все такие. А почему ты решил, что она должна быть больна? Если мне звонит пидор, и я делаю выводы, что это пидор звонит. Ну, потому что у вас диалог только на этом и построен. Так, блядь, не люблю я пидоров. Вы только об этом и думаете. Не люблю я пидоров, я спокойно к ним отношусь, но когда они до меня вот лезут в мою жизнь, блядь, я не пускаю в свою жизнь пидоров. А почему вы сейчас лезете? Да, вот смотри, вот сейчас ты лезешь. Да, ненавижу, понимаешь? А почему вы сейчас лезете? Да, Санкт-Петербург такой город, ну, достаточно пидоров. Это вы сейчас лезете в мою личную жизнь, Дмитрий Евгеньевич. А на хренах ты позвонил? Ты ж позвонил мне. Понимаешь? И будь готов, что будет вот такой вот ответ. Твою личную жизнь. У тебя жизнь личная есть? Твоя жизнь личная? Я утром встал и попиздил на работу, на свою вонючую. Пришел, людям мозги посворачивал, блядь. Вернулся, блядь. В трусы снял, блядь. Тебе там свой бойфренд всадил, если он у тебя есть. А, наверное, даже и, блядь, своего бойфренда нет, блядь. Да? Слышишь? Что? Есть у тебя? Или тебе даже тут недостаточно? О чем вы говорите, Дмитрий Евгеньевич? Ну, есть у тебя постоянно? Я просто не понимаю, о чем вы. Это для вас знакомая информация. Я первый раз слышу о том. О чем ты слышишь в первый раз? Ну, скажи, о чем ты слышишь? Что для тебя новость? Что? Что для тебя новость в моих словах? О чем ты в первый раз слышишь? Я вообще первый раз слышу то, что вы сейчас говорите. Ну, что, что конкретно? Я там много говорю. Уже 15 минут. Ну, вот именно, что много говорится. Помните, что говорится. У меня с горла пересохло бы. По сути дела, вы готовы вести диалог? Я вот не понимаю. Так ты же не можешь его вести, по сути, это дело. Ты мне начинаешь лепить. Войми. Мне уже 4 года лепят, понимаешь? И ничего не работает. Что-то новенькое, если бы начали рассказывать. Интересно было бы. Ну, почему за 4 года, блядь, я не заплатил, а сейчас должен заплатить. Мне какой-то пидрила звонит. А парни, слышите программу реструктуризации? Да нахрена она мне нужна. Зачем что-то отдавать, если можно вообще не отдавать? Что-то понять не можешь. Ты поголовайся своей, блядь. Ну, нахрена, блядь. Ну, почему я должен отдавать, блядь, ну, ладно, по-человечески. Сука, ну, блядь, ну, объясни мне, ты как человек, хуй с тобой, блядь, пидор ты не пидор, ладно. Объясни мне, зачем человеку отдавать деньги, если можно их не отдавать. Совершенно спокойно. Ну, нахрена я буду, блядь, ихми швыряться? У меня что, нет других, блядь, обязательств перед семьей, перед детьми? Чего мне, блядь, эта коммерческая структура, когда я знаю, что вообще ничего не будет? Ну, даже если в суд вы подойдите, я, блядь, похуй мне на этот суд, блядь. Понимаешь? Ну, у вас, видимо, жизненная позиция такая, что... Ну, да, 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 факт. Факт, остается фактом. Да, моя жизненная позиция, понимаешь? У меня есть жизненная позиция, я заявляю о ней. Я не идиот, чтоб, блядь, от денег отказываться. Ну, что, плохая жизненная позиция, ты считаешь, что какой-то, блядь, ненормальный, а? Да, я понимаю, что на фоне всего происходящего в стране моя позиция какая-то такая обособленная. Ну, поверь, есть люди с такой жизненной позицией, их все больше и больше становится. Чего, блин, молчишь? Ну, нет, я вас слушаю, что вы говорите, что вы говорите. Ты меня, что, хотел, блядь, на понт взять, задав мне вопрос, это ваша жизненная позиция. Я тебе отвечаю с гордостью, да. Это моя жизненная позиция. Я рад. Дмитрий Викторович, поверьте, я рад. Ну, что еще ты у меня хочешь узнать? Узнать хочу, когда задолженность погасит. Да, блядь, я тебе сказал два варианта, один из них шуточный. Первый, блядь, когда вообще никогда мне похуй на эту вашу задолженность, кроме меня и вашего, если ты в банке, конечно, работа в банках, о ней больше никто не знает. И жить мне это не мешает. И второй вариант. Это вот реальные варианты, да, которые могут работать. Вы приходите в отделение банка с денежными средствами, вносите через кассу и закрываете задолженность. Вот это самый оптимальный вариант, Дмитрий Викторович. Это механизм. Ты собираешься в поликлинику, записываешься к психиатру и говоришь, что за хуя, на какой работе я работаю, а? Приходите в отделение банка, номер договора можете у сотрудника банка в отделении уточнить. Вносите деньги через кассу и покажите задолженность. Очень хорошо, Дмитрий Евгеньевич, что вы услышали мое предложение, поэтому ждем вас. Будешь готов к конструктивному диалогу. До свидания. Позвонишь мне. Всего доброго, удачи вам. Только ты первую трубку клади. Здравствуйте, друзья. Ну, вот такой диалог получился, я думаю, повеселились. Ну, вот такие вот, как я говорю, слабородые звонят и вот одну линию гнут и вот, не знаю, даже не задумываются о том, что говорят. Хорошо. С вас лайк, если понравился ролик, комментарии, конечно же, жду, интересно всегда их читать. Спасибо тем, кто какие-то там благодарности, слова благодарности пишет. Огромное спасибо отдельно за это. Ну, также, пожалуйста, поделитесь этим, либо любыми другими роликами в соцсетях, чтобы как можно большее количество людей узнало о нашей деятельности. И тут дело даже не в коммерческой составляющей, а в том, чтобы как можно большее количество людей успокоились и перестали трястись и бояться. А на самом деле, совершенно логично и спокойно можно воплотить в жизнь. То есть, именно отсутствие страха. А когда не будет страха, будет способность нормально мыслить и делать выводы. В описании этих наших роликов есть ссылочка на наш сайт. Кому интересно, как устроена работа кредитных юристов, кто хочет встать под юридическую защиту, пройдите по этой ссылочке. Есть видео на сайте. Все рассказывается подробно, по полочкам раскладывается. Также есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Вступайте, там все ролики дублируются. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компания «Алиан». До свидания.